Из Москвы, из Крутицкого подворья на Соловке отправился отряд волонтеров. Около 50 человек проведут на архипелагии почти месяц. Будут помогать обустраивать территорию заповедника и Соловецкого спасо-преображенского монастыря. Провожала добровольцев Ольга Снесаренко. Перед поездкой торжественные молебены путешествующих. После чего всех волонтеров и провожающих окропили святой водой. Каждый приложился к кресту и получил в подарок святое Евангелие. Созидая Соловки, может быть иные объекты культурно-исторического нашего наследия, там где наши люди когда-то пот проливали, кровь проливали, чтобы это создать, мы немножко еще и себя соберем. И нам удастся как-то немножко стать другими, стать настоящими, стать теми, какими у нас Господь висит, а не какими у нас слепила реклама, какие-то странные события в нашей жизни. Соловки – самый крупный по площади архипелаг Белого моря, с удивительной северной природой. История Соловков сложна и противоречива. В 15 веке там был основан знаменитый монастырь, снискавший известность по всему миру. Но в 20 веке обитель была закрыта советской властью. С 1923-го на архипелаге располагался один из первых концлагерей для противников большевистской идеологии. Соловецкий лагерь особого назначения, реорганизованный в тюрьму в 1937-м году. Ты видишь храм, который еще не вполне отреставрирован, там, скажем, может быть, остались какие-то советские лозунги, где-то там ты видишь остатки колючей проволоки, где-то ты видишь храм, скажем, как на Секирной горе, но ты знаешь там по книгам, что там находился штрафной изолятор. И вот это вот сочетание, с одной стороны, церковного благолепия, молитвенной жизни, которая сейчас идет, а с другой стороны, живой памяти о тех ужасах, которые происходили, они все, вот это одно и другое, оно производит такое очень странное впечатление. С одной стороны, страшное, а с другой стороны, все-таки ты видишь, что все-таки даже самые страшные годы в каком-то смысле были временем торжества молитвы, торжества человеческой стойкости. Среди волонтеров есть ребята, которые уже бывали на Соловках, но большинство едут впервые. Всего около 50 человек. Это студенты московских вузов. В общей сложности на Соловках они проведут месяц. У ребят много дел. Придется очищать ручьи, косить сено и рубить дрова, прокладывать траншеи и участвовать в археологических раскопках. Работы хватит на всех. И на многие, и на долгие годы, к сожалению. К сожалению, потому что предыдущие до нас люди слишком много там нарубили всего. Колоссальную поддержку отряду Соловки оказало столичное правительство. Приветствие волонтерам направил исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин. Власти взяли на себя в том числе и финансовые обязательства. Оплатили проезд и снабдили волонтеров экипировкой. Поддержали проект «Синодальный отдел по делам молодежи Русской Церкви» и фонд святого всехвального апостола Андрея Первозванного. Богатая историческая ценность. Это настоящий, наверное, как правильно ответила Дмитрий Очак, духовной энергии для человека. Мы ждем новых впечатлений, мы ждем, возможно, новых друзей, новых эмоций. Увидеть новые места – это все-таки поездка такая. Опыт. Да, это безусловно жизненный опыт. Да, и опыт волонтерства. А вас трудности не пугают? Там все-таки придется жить в палатке? Нет, на самом деле, у нас очень большой опыт походной жизни. Палатки, комары, но они страшны. Полторы тысячи километров отделяют Москву от Соловков, куда сейчас отправляются волонтеры. Они садятся в автобус, который их доставит на Ленинградский вокзал. Оттуда уже на поезде в Карелию. Всё, да. Садятся в х数mon отường. Продолжение следует...